Чискрия, что там написано? Я не читал, если честно, у меня не было времени. И какие работы они ведут? Дорогу. Строят дорогу. Строят дорогу, и здесь, если приглядеться, получается дома. Дома, так плохо видно, но дома находятся как бы ниже уровня дороги. И ни колослива, ничего. Раньше хоть сливалось, там как стекалось было рыба, или как оно там называется, не знаю. И проблема в чем? Что они? Что они не взяли, как бы даже, не спрашивали у людей, можно ли мы будем на вашем участке. Не то, что они спрашивали у людей, можем ли вы, а они не попросили. Это же не паунд приват, а это паунд публик. Да, получается, да, да, да. Я не знаю, что за компания им. Вот, заезд туда, никакого знака, что ведутся работы. Это не инсад, это взаим. Это не инсад именно, а это именно на улицу одно из сад. Это центральная, говорит, езди по аспальту. Ну, я ездил по асфальту, вот с асфальта фотографировал, вот, чтобы подальше было видно, что ни одного знака до этого нет. И они работают без никакого знака, да? Да, без никакого знака, вот, все их не работают, что они производят. А кто ведет работу? Я не знаю. Компания, я знаю, как адрес взял. А вы не спросили их? Я адрес взял в компании, то они не хотели со мной вообще разговаривать. Друзья с ребенком, все, там дети бегают, им все равно, короче. И в чем была проблема? Проблема была с другой стороны дороги. Здесь была перекопа, когда я приехал. Ага. С другой стороны объехал и хотел заехать. Там было заехать все нормально. Без никакого предупреждения ты входишь? Никакого предупреждения, я хотел заехать и получилось, что... Чуть в мою сторону, не видно, да. Что... Ну, машина просто застряла. А интра-то машина? Да. А интра-то нурой? Да, грязь была такая, что застряла машина. Когда вытягивали, я уже сорвал там некие запчасти на машине. И как они объяснили? Что они сказали? На второй день, когда я приехал, в Тущин-Увецко-Иш-Америку работы проводятся, короче, с такой вот. Я не видел никого знака, я как водитель был. И кто сказал, что надо было купить машину? Ну, что он, там, этот, бригадир, я не знаю, или мастер он, или бригадир, кто он там, они без формы, без никаких опознавательных тоже знаков, на них ничего. И сказали, что купи себе машину подешевле. Да, купи себе машину подешевле, чтобы нету. Будешь жаловаться? Не думаю, что я буду жаловаться. Хочу пойти к ним. Люди жаловались, жаловались, ноль эмоций. Примарь сказал, что, как бы, это не его ответственность, он заплатил, чтобы сделали дорогу, а как они уже делают, он за это не отвечает. Это уже их проблемы. Да, у Амени, где честные эмоции нет? Ну, спасибо, что, когда дождь, их просто топит. Просто топит. Это после того, как они начали работать, или вначале это было все такое? Вначале, не было у них так, потому что у них там была какая-то, типа рыба, я не знаю. Чего, как они начали строить, они сделали уже остальные, это все. Ну, короче, я не знаю, там, кошмар. В остальных местах, вы понимаете, что это такое? Нет, вы знаете, не видел. Ну, как, в принципе, я видел, что у нас вообще по всей Молдавии не очень используют знаки, это вот, понусы, или они дорогие, или что, их не очень используют. Но, ну, есть где-то, что вот там, работы туда не заезжали, да. Нет, нет, нет. А есть время для авторитетов, например, к премару, или кто-то руководит, что бы ты им сказал? Я говорю, я заходил к премару, он мне дал сразу адрес компании, чтобы я сошел к начальству, пожалуйста, я, правда, еще не попадал туда, я не успел еще туда. Нет, я хочу подойти и спросить, что это такое, кто будет оплачивать мне ремонт, потому что, как бы, BMW-дилер, он BMW-дилер. Что я, я не имею в виду, дефекцию? Да, да, да. Марк, грави, пьердер, марк? Нет, там, бампер, бампер немного до сих пор, правда, висит, они не доделали его. Это видео? Да, есть, есть видео, где там все, хорошо. Все показано, как рвется бампер. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok